В Казанском федеральном университете работают над проблемой утилизации и хранения парниковых газов. Все подробности далее. В России открыто 500 новых лабораторий и будет открыто еще 400. Об этом глава Минобранауки Валерий Фальков доложил на совещании президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства РФ. Основной темой встречи стало создание научных лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей. До 2024 года в рамках этого проекта мы планируем создать еще 400 молодежных научных лабораторий. В этом году и в следующем по 150 и в 2024 еще 100. Конкурс на создание молодежных научных лабораторий проводил Минобранауки России в рамках нацпроекта наук университета. По итогам конкурса в Татарстане открыто 6 новых лабораторий молодых ученых, 2 из которых КФУ. Одна из них – лаборатория по изучению гидратных технологий, утилизации и хранения парниковых газов, находится в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Мы получили ряд новых реагентов, которые используются в качестве промоутеров для получения гидратов. А эти гидраты уже можно рассматривать как ресурс, который будет использован для утилизации парниковых газов. В качестве парниковых газов мы проводим исследования с попутным нефтяным газом. Ну и, конечно, основной фокус – мы делаем на углекислый газ, поскольку сегодня в мире как раз идет речь о снижении выбросов. И гидратная технология может нам помочь в этом вопросе. В качестве таких реагентов ученые рассмотрели сульфированные спирты, показали, как ряд из полученных реагентов не уступает по своим характеристикам самым известным эффективным коммерческим реагентам. Основная цель лаборатории – это выработать ряд технологий с использованием как раз процесса гидратообразования для того, чтобы бороться с выбросами негативных парниковых газов. И мы считаем, что эта технология может быть востребована в регионах, где достаточно сложная география, где сложно применить какие-то другие технологии. Вторая лаборатория – интеллектуальная химическая робототехника появилась в Химическом институте имени Александра Бутлерова. Ее основная миссия – создание робота, управляемого искусственным интеллектом, который позволяет решать химические задачи. Новые молодежные лаборатории КФУ будут финансироваться из средств федерального бюджета. Так, в 2021-2023 годах каждый из лабораторий ежегодно будет выделяться по 14 миллионов 900 тысяч рублей. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.